К нашему эфиру присоединяется для обсуждения этой темы Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины 2004-2020 годах. Приветствуем вас в эфире Freedom. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы считаете, целью были именно вот эти интернет-кабели, либо же все-таки это какое-то микро-предупреждение, нервы пощекотать, потому что там ведь и другая достаточно серьезная и важная инфраструктура проходит, якобы, что, мол, вот могли бы ее повредить, если рассматривать этот случай как диверсию? Ну, дело в том, что нужно понимать, что позиции России сейчас в Балтийском море очень слабые. Они контролируют сейчас 7% Балтийского моря и, в общем-то, каким-то образом пытаются, ну, показать свою силу и сделать они могут это, ну, скорее всего, какими-то асимметрическими методами. Вот к одному из таких методов относятся как раз вот эти методы саботажа или диверсии на подводных кабелях. Балтийское море само по себе оно не глубокое, его средняя глубина составляет 400 метров. То есть, в принципе, ну, для глубоководных аппаратов, которых достаточно много в Российской Федерации, и стоят они на различных судах, в том числе гражданских, а погружение и, ну, перерезку, либо подрыв кабеля такой проблемой не является. Есть у них специально обученные для этого подразделения, есть подразделения, которые совершают погружение на значительно большую глубину. Ну, действительно, ну, таких, ну, последние, может быть, 40-50 лет активно начали использовать эти подводные кабели для передачи энергии, а сейчас вот как раз информации между континентами, между странами. Это самый дешевый путь, ну, осуществлять такую функцию. И, ну, когда идет, ну, уничтожение, либо повреждение кабеля, прежде всего, это влияет на экономику, серьезно влияет на экономику. И, в принципе, ну, действительно, в зависимости от того, какой кабель поврежден, вот эти потери могут составлять миллиарды долларов в день. Вот, поэтому я думаю, что, вот, и случаи такие были, причем, вот, что интересно, последние где-то вот 5-7 лет Россия, она усиливает свой флот вот этих вот так называемых океографических судов, которые строятся в основном вот в Петербурге, и они могут такую работу делать. И они ее делают, они проводят разведку подводную в различных частях Мирового океана на очень разных глубинах. Ну, Балтийское море характерно тем, что там разведывать ничего не надо, там все под носом. Глубины небольшие, насыщенность кабелей очень-очень высокая. Поэтому, ну, чтобы обнаружить и повредить, там, в общем-то, очень много там навыков не нужно. Есть места, которые, ну, в которых, вот, для такой акции необходимо погружение на несколько километров. Тут мы говорим про сотни метров. Вот, поэтому, осуществляя такие акции, можно очень серьезно, значит, такую, ну, привести к экономическому, такому серьезному коллапсу вот эти страны, которые находятся на берегу Балтийского моря. Я думаю, сейчас, если это действительно часть этой организованной акции, то это как раз такой сигнал, ну, посмотреть реакцию. Хотя, опять же, я думаю, что есть у них информация про то, ну, про, как бы, важность, значение других кабелей, где они находятся, и, в принципе, чтобы их повредить, вывести из строя, ну, много времени не нужно будет. А аппаратура такая есть у Российской Федерации. Андрей Алексеевич, скажите, пожалуйста, насколько сложно в целом выяснить ситуацию, как она была на самом деле? Ну, вот, понять кто, что, зачем, почему, да, не предполагая, поскольку даже, вот, предваряя нашу с вами беседу, мы давали официальные позиции, которые звучали, давайте так, от представителей соответствующих институций и служб, и там вот эта часть гибридной войны, кто воюет, что сделал, почему сделал, да, мы видим определенные моменты, которые могут быть связаны, ну, вот это, знаете, такая история с глубокой озабоченностью, да, без намеков, кто это может реально быть, ну, кто. Как раз-таки только намеки и есть, кажется. Вот, ну, ну, а я не увидел намеков. Там было слово Россия, враг, противник. Что мы делаем для того, чтобы понимать, что реально за этим может стоять, окей, если не Россия, но хотя бы понимать, а что действительно произошло? Или случайность? Случайность, вот что-то произошло. Ну, смотрите, нет, ну, можно, конечно, разные методы использовать для того, чтобы искать, кто это сделал. Естественно, первый метод аналитический, можно посмотреть на Балтийское море, как я сказал, и посмотреть, ну, кому это выгоднее всего, да, у кого есть мотив там, вот. Ну, мотив ослабить соседей есть у Российской Федерации. Это единственная страна, не НАТО, и, в принципе, она потеряла большой процент контроля побережья Балтийского моря. Я хочу сказать, что 40 лет назад, ну, СССР контролировал 50% Балтийского моря, сейчас 7%. Им очень важно держать открытым Балтийское море для себя, чтобы уводить танкера через Датские проливы. Кстати, вот Усть-Улук и Приозер, два порта, которые находятся севернее Петербурга, там очень большие, ну, объемы нефти поставляются. И, кстати, они были построены уже после распада Советского Союза, потому что во время Советского Союза основные, вот, нефть как раз перебрасывалась через страны Балтии. Вот, а сейчас это вот эти вот два порта. Поэтому мотивы у них как бы есть. Они, ну, Финляндия, Швеция сделали серьезный шаг, который, в принципе, они не планировали делать. Ну, еще 15 лет назад я служил в НАТО, со мной служили вместе тоже офицеры Финляндии и Швеции. Они честно кооперировали с НАТО, но вступать, как они говорили, на тот момент планов не было. Ну, когда они посмотрели, что в Украине творится, то они поняли, что это единственный для них вариант, как обеспечить безопасность свою. Вот, хотя, в принципе, ну, вот, например, мобилизационные процессы у них организованы очень-очень гораздо лучше, чем у нас. Вот, есть у кого брать пример. Потом, ну, чтобы как бы подтвердить, что это действительно, ну, Российская Федерация, уже такие разговоры идут давно, я видел, есть ряд таких, ну, трудов исследовательских, в том числе военных, западных. Они говорят, что нужно использовать беспилотные подводные системы для того, чтобы периодически обследовать, вот, как раз объекты важные, вот, инфраструктуры, для того, чтобы, ну, искать, кто это может сделать. Возможно, ставить какие-то системы датчиков, значит, датчиков, которые будут находиться под водой. Вот, возможно, они есть. Кстати, был интересный случай, знаете, наверное, в 21-м году, когда в течение полугода у норвегов сняли их с их, значит, шельфа тоже такую очень серьезную аппаратуру, гидрофоны, они там проводили исследования моря, но эта аппаратура находилась на пути выхода российских подводных лодок с Кольского полуострова. Естественно, вместе с рыбой она фиксировала эти лодки, поэтому в один прекрасный момент, как бы, ну, в кавычках, там, порядка, там, 4-х километров кабеля было выкусано, и вместе с гидрофоном куда-то утащено. Общая масса вот этого груза составляла 10 тонн. То есть, понимаем, что даже пловец это сделать не мог, это был какой-то, ну, какой-то, какой-то объект там, или подводная лодка небольшая, либо что-то еще. Вот, поэтому, вот, если бы устроить систему такую, организовать систему подводного наблюдения периодического, и фиксированную, и мобильную, то, возможно, ну, хотя, по крайней мере, противник, ну, та сторона, которая этим занимается, она бы, ну, скажем, уже подумала, будет она делать или нет. Потому что, ну, как бы, если это будет доказано, то это уже, ну, за это придется отвечать. Вот, поэтому, ну, опять же, ну, западные страны, в силу того, что они, как бы, сами этим делать, ну, не занимаются, сами этого не делают, они доверяют своим соседям, в общем-то, и вот это их такая наивность, их, в общем-то, и, я извиняюсь, губит. Вот, но сейчас про то, что вот эти объекты нужно охранять уже под водой, какие-то системы делать, это уже говорят уже давно. Кстати, стоимость этих всех систем будет, ну, не такая, там, значительно дорогая. Вот, то есть, вот такие вот, такую работу нужно проводить. Вот, ну, и, по всей видимости, делать какие-то станции, ставить станции. Поэтому, если такая система будет сделана, прибрежные государства имеют право ставить такие датчики, ну, абсолютно в пределах своих территориальных вод, они могут ставить, в принципе, и на объектах. Значит, ну, там получается, что в Балтийском море, там даже открытого моря нет. Но, по договоренности, как правило, это же кабель идет с одной стороны, с одного берега на другой. То есть, все это решается. А вот, и потом реагировать, реагировать на это, и, в общем-то, смотреть, из-за чего происходит такая ситуация. Потому что сама аппаратура, это достаточно дорогая. Вот эти подводные кабели, их повреждения влечет очень большие экономические, ну, такие вот, потери. Поэтому это нужно, за этим нужно следить. И все-таки, вот, мы полагаем, что если есть какой-то пробел в обеспечении безопасности, этот пробел после такого инцидента точно будет восполнен. Тогда какой взыск от этого, собственно, той стороне, которая привела к таким потерям? Это просто такой несколько раздражающий фактор? Нет, ну, дело в том, что надо понимать, что, ну, всегда, как бы, вот эти конфликтующие стороны, они, как это получается, адаптируются к ситуациям. То есть сейчас, действительно, нету системы защиты вот этих подводных, вот этих экономических объектов. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь!